Этапный по количеству участников спортивный праздник, посвященный приближающемуся Дню Победы, состоялся в Бельцах на Центральной площади. В турнирах по шашкам, шахматам и настольному теннису принимали участие как профессионалы, так и любители разных возрастных категорий, что добавило дополнительного накала страстей. Участники и команды могли проявить себя и показать спортивные навыки и качества. Но главная задача – не отобрать победителей, а привить как можно большему числу бельчан интерес к здоровому образу жизни и любовь к спорту. Поэтому турнир проводился под девизом «Главное не победа, а участие». Лишь к боксерским поединкам допускались только спортсмены. Яркие и зрелищные боксерские поединки произвели на зрителей сильные впечатления. Складывалось ощущение, что находишься на Олимпийских играх. Показательные выступления борцов самбо и дзюдо, чемпионов и призеров Европы, лишь усиливали эти впечатления. Всего в спортивном празднике приняли участие более 800 ребят. Еще около 500 пришли поддержать своих друзей и знакомых. Мероприятие организовало молодежное крыло нашей партии при поддержке Рината Усатова. Впервые в городе сегодня организованы детско-юношеские спортивные игры, посвященные Дню Победы, Дню освобождения от фашистских захватчиков, чтобы наша молодежь, наши дети знали про эту войну, которую выиграла наша огромная, великая страна. 800 детей, то есть это они, чтобы вы понимали, непрофессиональные спортсмены. Это дети с наших лицеев, с наших гимназий. Дети, которые просто пришли со дворов. Там теннисистов очень много мальчиков, которые играли в теннис во дворе. Вот пришли показать себя и попробовать свои силы. Этот фестиваль стараемся как бы популяризировать наш вид спорта, дзюдо на данный момент. Спасибо Ринату Георгиевичу Усатому, что он организовал такой праздник для детей. Мы очень довольны. Спорт – это жизнь. Мы сейчас на площади, как бы не традиционно, а так проводим разминку тренировочную такую, перед тем, как будем показывать показательные выступления по боксу. Уже сейчас ринг, который установлен слева от вас, уже малыши показывают мастер спорта Игорь Черенков. Показывает уже с ребятами показательные бои, технико-тактическую подготовку. Мы сегодня проводим такой праздник спорта в честь Дня Победы. Мы хотим показать молодежи и всем остальным, что мы чтим, помним. И всю жизнь будем благодарить наших дедов, отцов, которые отдали свою жизнь Великой Отечественной войне, за то, что мы живем, за то, что мы дышим, за то, что мы вот так можем спокойно радоваться жизни. Участники соревнований рассказали, что им очень понравился праздник. Они получили массу хороших впечатлений. Настояние очень хорошее, я уже выиграла три раза, я очень рада. А где ты прикал? В шашке. Мы целый день гуляли, выселились, смотрели соревнования, как проходят, выступления. А сами вы думали? Мы думали, но не успели зарегистрироваться. Ну и что-то типа группы поддержки в этом плане. А где хотели бы участвовать? Ну, шашки, шахматы, теннис. Больше, конечно, в теннисе, более подвижная игра. На один день бельцы превратились не только в город активных спортивных развлечений, но и танцевальных. Приятным дополнением к празднику стало огромное количество бесплатного мороженого, которое раздали детям. Бейте мороженое. Бейте мороженое. Бейте мороженое. Папочка. Всем участникам соревнований вручили памятные дипломы, а призерам подарки, мячи, теннисные ракетки, наборы для игр в шашки, шахматы, нарды и дартс. Плюс памятные подарки будут урозданы боксерам и борцам, потому что у них показательные выступления, у них нет соревнований, потому что это специализированные виды спорта. Награждение проводит муниципальный советник Николай Николаевич Григоришин. Организаторы мероприятия надеются, что подобного рода спортивные праздники станут традиционными. Николай Григоришин отметил, что в следующем году в них примут участие не только бельчане, но и жители других городов Молдовы.